Перед началом обсуждения рабочих вопросов текущей недели глава города Зайнудин Акмазов провёл церемонию награждения заместителя директора Центра традиционной культуры дипломом первой степени в номинации «Социальные сети», а также благодарственными письмами от имени главы города были отмечены работники МУП «Хас благоустройства». Рано утром в 4 часа. Вот этого человека я нахожу на дороге, когда я еду в битчат утром, я встречаю его с трактором. Идрис, не уходи, потому что тебя тоже будут награждаться. Награждается Джасуев Идрис Ильясович Оржи. По завершению торжественной части совещаний Зайнудин Акмазов более подробно рассказал присутствующим об итогах совместной рабочей встречи с временно исполняющим обязанности главы Республики Владимиром Васильевым. Я доложил, что у нас по социально-экономическому развитию данные следующие в динамике, там 16-15 год, 10 месяцев этого года мы завершили с исполнением доходной части 115%. Это самый высокий показатель по городам, может даже по Республике. Также доложил, что вот эти показатели, которые мы отпущены по сокращению неформальной занятости, у нас уже за 10 месяцев исполнен годовой показатель. Глава города отметил, что по многим направлениям Хасаверт находится на передовых позициях, и эту динамику нужно сохранять и развивать. Также Акмазов подчеркнул, что им были озвучены наиболее проблемные вопросы муниципалитета, которые должны быть решены в целях социально-экономического и культурного развития города. Прежде всего, это отчистные сооружения, потом объездная дорога, потом автомобильный переезд через железную дорогу, а нехватка школ. У нас нехватка школ, 10 школ. Чтобы перейти на одну сменную работу, резюм работы до 25-го года нужно перейти на школах, нам нужно еще добавить 10 школ. Также поднял вопрос о том, что у нас 4 тысячи человек стоят на улучшение жилистового условия, или получили участки, или квартиры. Квартир мы не строим, предоставлять участки тоже не можем, потому что у нас нет этих участков. И для решения этого вопроса нужно проявлять земельные участки с определенных районов. Дальше поднял вопрос нашей свалки. Очень внимательно выслушал глава, сказал, что, конечно, это не боже, в черте почистого города, чтобы свалка была. Подводя итоги, глава города отметил, что встреча прошла достаточно плодотворно. По многим озвученным вопросам Васильевым на месте же были даны соответствующие поручения. В продолжении аппаратного совещания были заслушаны отчеты о проделанной работе руководителей Управления гражданской обороны, коммунальных служб и финансового управления.